Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. Сейчас мы узнаем, как фанаты смотрят выступления Димаша Кудайбергена, какие ограничения наложены на эти просмотры и что продюсер Канат Айтбаев рассказал о демонстрации видео с песнями сына. Сейчас поклонники творчества народного артиста мира Димаша Кудайбергена имеют возможность многократно смотреть уникальное цифровое шоу «Димаш Диджитал Шоу». А 31 января 2021 года можно будет еще и поговорить с артистом в чате. Радости хоть отбавляй. Димаш со своей огромной командой из 150 специалистов порадовал качественным концертом. Прозвучало множество песен, среди которых были не только знакомые и полюбившиеся произведения, но и новый будущий хит. Почитатели творчества певца получили настоящий подарок. Диас – самые счастливые люди на планете, так как им для счастья надо немного, только прикоснуться к творчеству любимого артиста. Наличие положительных эмоций очень актуально во время пандемии, когда хочется чего-то позитивного, тем более песен Димаша. Кого-то они буквально исцеляют от хандры и депрессии, ведь творчество артиста – как глоток чистого воздуха. Бесплатные билеты на концерт получили активные Диас от своих фан-клубов. Даже заокеанский ведущий MTV Кевин Кенни и тот подарил 100 билетов за активность в его Инстаграме. Все эти подарки, конечно, как капли в море по сравнению с многочисленной мировой армией Диас. Все же остальные зрители, как и положено, приобретали билеты. Для одной части фанатов, более молодой, покупка билетов прошла быстро и безболезненно. Для другой – приобретение билетов оказалось невыполнимой задачей. Пришлось впервые в жизни осваивать интернет-технологии, регистрировать почту, проходить процедуру регистрации на сайте tixer.com, оплату через интернет и так далее. Но не все смогли позволить себе роскошный подарок в виде билета на концерт артиста. Судя по комментариям, на международном канале «Звездные секреты» есть несколько видов отзывов о прекрасном концерте. В первом типе комментариев и самом большом по количеству звучат слова «восхищение» и «благодарность» певцу. А во втором типе слова «горечи» от того, что не удалось посмотреть выступление артиста. Давно ждали, знали, готовились к празднику, но не смогли купить билеты и потратить 10, а теперь уже и 20 долларов. Да, друзья, как это ни печально, но это так. Для кого-то стоимость билета – незаметные расходы, а для других – непосильные траты. Некоторые зрители даже впали в депрессию. Кому праздник, а кому уныние. Вот так. Мы даже не можем представить себе масштаб бедствия. Только самые отчаянные зрители пожаловались нам на невозможность купить билет. А сколько гордых и молчаливых зрителей ничего не написали нам. Судя по статистике нашего канала, более 50% – это люди старше 50 лет, и они явно не дружат с интернетом. И приобретать билет для них – непосильная проблема. Даже если они и зарегистрируются, то не могут оплатить билет. Просить кого-то купить его – значит рисковать финансовыми данными. Вот что по этому поводу пишет наша зрительница Ольга Минич. Прошу прощения за сумбур. Друзья, конечно, часть Диас смогла решить проблему. Покупали билеты сообща и с помощью продвинутых пользователей. Собирались вместе и смотрели концерт. Молодцы, что нашли такой оригинальный выход из проблемы. А сможем ли мы в будущем увидеть концерт Димаша Кудайбергена «Димаш Диджитал Шоу» в свободном доступе? Две песни артист уже подарил нам на своем канале и в Инстаграм «Самалтау» и «Сос» с выступления, посвященного инаугурации президента США. Увидим ли мы их еще – неизвестно. Продюсер Канат Айдбайв в своем обращении к Диас разрешил демонстрировать только 20 секунд песни Димаша. Для примера, Димаш в одном из своих выступлений держит ноту 23 секунды. Как можно за 20 секунд продемонстрировать песню? Друзья, если кто-то переживает, что мы меньше будем видеть выступлений артиста, то можем успокоить вас. Димаш уже достаточно часто показывал свои концерты бесплатно. Просто теперь все стало на свои места. Вот один из комментариев нашего зрителя с ником «Хайтерс». Вообще, Димаш и так выкладывает у себя на канале полностью концерты. Мало кто из мировых звезд это делает, так как они боятся, что вообще тогда перестанут ходить к ним на концерты. Как мы видим, с Димашем все работает наоборот. Чем больше смотрим, тем больше хотим туда попасть. Сейчас за его канал взялась Йола. Все видео с концерта нещадно удаляются, а каналы получают страйки. Естественно, нормальные владельцы каналов и не будут выкладывать видео, иначе канал закроют. Над концертом работали 140 человек. По последним данным, чтобы устроить такой концерт, нужно 500 тысяч долларов. Билеты в начале продаж стоили 10 долларов всего. На концерт с Сиси Кейдж билеты изначально стоили 25 баксов, а тут цены более чем доступные. Тем более, были и розыгрыши разные. Ну, я все понимаю, ситуации разные у всех, но Димаш должен из своего кармана платить что ли за концерт, который он для нас устроил. И он получил все равно немного, ведь еще часть средств пошла на благотворительность. Друзья, а вот как некоторые Диас выходят из сложившейся ситуации. Давайте почитаем мнение на нашем канале пользователя с ником Шолпан Эс. Может, выложат по кускам, но не полностью. Это до 23 января стоит запрет, так как билеты еще продаются. А после 23 дадут разрешение. Но не весь концерт, а по кускам. Или Димаш сам выложит на своем канале. Может, через год, а может и раньше. Я лично скачала весь концерт, и теперь могу смотреть, когда захочу. Друзья, напишите в комментариях, насколько законно несанкционированное копирование концерта артиста. А пока будем надеяться на лучшее. Канат Айтбаев уже пообещал пересмотреть наложенные ограничения на демонстрацию песен сына. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. Субтитры подогнал «Симон»!